В Магадане провели рейд по работе ночных кафе. Мобильная группа побывала на 10 точках. Группа контроля проверяла, насколько магаданские точки общепита соблюдают профилактические меры по коронавирусу. Согласно постановлению правительства Колымы, после 20.00 магаданцам нельзя посещать кафе лично. Можно либо заказать доставку, либо забрать заказ из окна выдачи. Кроме того, и сотрудники, и посетители обязаны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Вообще у нас в составе группы есть лица, уполномоченные составлять протокол о нарушениях. Это в кодексе об административных правонарушениях, статья 26.1. У нас на сегодняшний день действует режим повышенной готовности. Поэтому все эти требования обязательно к исполнению постановления правительства. Из-за их нарушения большие штрафы. Грозят. Как гражданам, так и предпринимателям, юридическим лицам. До 300 тысяч рублей, допустим, юридическим лицам. Ну, понятно, что протокол составляется. Вот его могут составить в данном случае у нас там работники полиции, представители полиции или вот исполнительных органов власти субъекта. То есть вот у нас есть представители отдела лицензирования розничной продажи алкоголя. То есть они могут заставлять эти протоколы, соответственно, направлять их в суд, и суд принимает решение. По словам специалистов, важно во время пандемии исключить любую возможность распространения опасного заболевания. Однако не все магаданцы ответственно подходят к этому вопросу. Сотрудники некоторых точек общественного питания пытаются обойти запрет на посещение кафе в ночное время. Сейчас мы приняли участие в рейде в связи с еще и мероприятиями по противодействию коронавирусной инфекции. Что можно сделать, какой вывод? Прежде всего то, что очень много людей не понимает и не знает об элементарных запретах. Вот встречаются ситуации конфликтные, значит, как сейчас мы видим за моей спиной. Точки общепита тоже пытаются, на наш взгляд, обойти те или иные ограничения, которые введены. И эту работу, безусловно, надо продолжать. И мы считаем, что должны быть применены контрольные закупочные мероприятия. Иначе мы не переломим эту ситуацию. В ходе рейда некоторые нарушения обнаружили. Работники организации общественного питания обязаны соблюдать все санитарные нормы. Расстановка столов должна учитывать социальную дистанцию между гостями. Кроме того, в заведении должны находиться дезинфицирующие средства. Особое внимание бизнесменов-контролеры обратили на соблюдение режима работы.